Джесси Джеймс, американский преступник XIX века, известный с подвижником под прозвищем Дингус. Нередко в литературе Джесси Джеймс изображается как своего рода Робин Гуд Дикого Запада, гравивший федеральные банки и компании, прежде всего ассоциированные с политиками-республиканцами и южанами-коллаборантами, в пользу бедных и подместку за поражение Юга в гражданской войне. До самой смерти оставался убежденным конфедератом, о чем регулярно повсеместно заявлял. Согласно другой точке зрения, такие оценки не соответствуют действительности, а подвиги Джесси Джеймса были обычным бандитизмом. Джесси Вудсон Джеймс родился 5 сентября 1847 года в Кирне, штаб Миссури, в семье богатого фермера и по совместительству баптистского проповедника из Кентукки, Роберта Джеймса. Его отец приехал в Миссури через три года после свадьбы с Зерельдой Коу, матерью Джесси. Роберт Джеймс стал одним из основателей Уильям Джевелл Колледж в городе Либерти, штат Миссури, в 1849 году. Кроме Джесси, с ней было еще двух детей. Старший брат Александр Франклин, которого называли Фрэнком, и младшая сестра Сьюзан Лавиния. С началом золотой лихорадки Роберт Джеймс счел нужным следовать за своей пастой, ревнувшись на поиски золота, и семья переехала в Калифорнию, где Роберт умер, когда Джесси было три года. А вдовевшая мать вскоре вновь вышла замуж за Бенджамина Симза, а потом еще раз за доктора Рубена Сэмюэля. В последнем браке родилось четверо детей. Сара Луиза, Джон Томас, Фанни Квандрилл и Арчи Пейтон. До начала гражданской войны семья Сэмюэль Джеймс купила семь рабов, которые выращивали табак на ферме. Штат Миссури был пограничным между северными штатами и рабовладельческим югом, но порядка 70% его населения были выходцами с верхнего юга, соответствующей южной культуре. Поэтому Миссури стала одной из главных территорий войны. Семья Сэмюэль Джеймс первоначально встала на сторону конфедератов, служа под началом Чарльза Куантрила, одного из командиров армии конфедератов. Фрэнк Джеймс вступил в гражданское ополчение штата и участвовал в сражении у ручья Уилсона, хотя вскоре заболел и вернулся домой. Именно в это время он научился красить лошадей и холоднокровно убивать. В 1863 году он был опознан как член банды, действовавшей в том районе. В мае этого же года отряд союзной полиции в поисках преступников приехал на ферму Сэмюэля Джеймсов в поисках Фрэнка Джеймса. Было устроено дознание, в результате чего доктор Сэмюэль был повешен за сокрытие членов банды. В 1866 году Джесси и его банда совершили первое ограбление банка. В 1873 банда в первый раз остановила и ограбила поезд, захватив 2000 долларов. С тех пор ограбления стали регулярными. Иногда банда Джеймсов-Янгеров грабила по две кареты в день. Джесси Джеймс был известен своей жестокостью. При совершении ограбления он стрелял не раздумывая, совершил много убийств. Зимой 1974 банда Джеймса ограбила почтовый вагон поезда. Также бандиты отобрали у состоятельных пассажиров все ценности. При этом они осматривали ладони мужчин. Если на руках обнаруживались мозоли, оставляли их в покое. Джесси Джеймс был женат на The Ready Mimps. В браке родились Джесси Эдвард и Мэри Джеймс, при замужестве получившая фамилию Бар. В Сент-Джозеф, штат Миссури. 3 апреля 1882 года член банды 20-летний Роберт Форд застрелил Джесси в спину из револьвера. Выстрел был сделан в тот момент, когда Джесси Джеймс, сняв с себя все оружие, чего он почти никогда не делал, повернулся к Форду спиной, чтобы поправить картину на стене. Джесси Джеймсу было 34 года. Роберт надеялся получить вместе с обещанным губернатором наградой благодарности страны жителей США, но, к его удивлению, этого не произошло. Роберта Форда стали презирать. После скитания по соседним штатам Форд основал небольшой, но популярный бар в Клорадо. Утром 8 июня 1892 года Эдвард Укелли зашел в бар, где находился только Форд и бармен, и, сказав «Привет, Боб», выстрелил в упор, повернувшись на приветствие Форда. Убийца был приговорен к пожизненному заключению, но после того, как руководство штата получило подписанную 7000 гражданам петицию о смягчении наказания, Эдварда помиловали. Личность Джесси Джеймса фигурирует во многих фильмах и играх.